Убрала у Пипы в клеточке. Все вот эти вот тряпочки постелила ему новые. Никак, ну просто его носа, но никак, да? Короче, смотрим реакцию Пипы. Негодяйка, запахи опять всех убирала. Сделаю ему новый гамачок такой, шалашик. Там ему будет тепленько. В общем, до гамака, к чувству, он не дойдет. Он любит брать еду сверху и кушать именно вот здесь, на первой полке. Никак, ну хватит. А то, что он не планирует, допустим, съесть быстренько, он тогда несет уже в дырочку вот туда вот вниз и там складирует. Там пока я ничего не убирала, потому что у него там все самые главные фишки. Если там у него поубираю, он расстроится сильно. Никак, что ты творишь? Успокойся. Вот насяка. Что он взял? Что он взял? Пипа, а? Ну вот что, что это? Что это? Отстань от меня. Ой, нос какой ледяной. Холодно. Холодно. Вообще батареи холоднее меня. Макарошку вот он стащил. Ника, ну хватит уже. Ой, кто там тихоет. Пылька в носик залетела. Жизнь Пипы. Какую узкую мы просто обожаем. Посмотрим, каково у него здесь. Раз Пипа не смотрит, мы хотела посмотрим. Ой, какой ледно. По-моему, очень ледно. Пипа. А он опять взял кукурузку и опять засел. Ладно, сниму его попозже, мамочки. Вот кукурузка и все, видите? Вот так вот. Пипа взял вкусняшку и залез в его мак. Сейчас мы попробуем пойти. Попробуем пойти к нему в гости. Привет. Правильно, лучше заниматься своей кукурузкой. Не обращать внимание. Вот так вот. Да? Вот так вот. Ну все, 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 мы уходим. Мы уходим. Ты не даешь нам шанса для отступления, Пипка. Пипка, не трогай камеру. Пипа. Ай, не трогай камеру. Все затрогал, да? Все затрогал на паншоне. Слушай, дельфин, плыви отсюда. Биндер, да? Что он такой? Новый биндер какой-то. Все старый, один новый. У тебя галак повесила уже низко, видите? Не доходит, пожалуйста. Классно, улюблен там или вообще. Я бы там поспала. Прошло еще пару часов, Пипа уснул. Вот, хочу показать, что я приобрела. Вот такую вот штучку заказала на китайском сайте. По-моему, за 80 центов. Или что-то около того. Ну, то есть вообще копейки. Как бы штучка, которая показывает температуру четко, да еще и влажность воздуха. Ну, это очень дешево. И действительно она работает. Сейчас холодно достаточно и влажность низкая. Я имею ввиду холодно на улице, поэтому влажность низкая. Когда у нас там плюс 10 туманы, то влажность в квартире бывает больше 50. И у Пипы я убрала. Влажность, конечно, уменьшилась, потому что все влажные тряпки я убрала, поэтому у него сейчас сухо. Видите, температура по Цельсию. Здесь, кстати, можно переключать на Фаренгейт, но зачем? Непонятно. 21, почти с половиной. А так градусник лежал у меня в спальне. Показывал 20.3. То есть у Пипочки здесь, конечно же, хоть чуть-чуть у батареи. Вот час под вечер и хоть чуть-чуть включили. Чуть-чуть тепленькие. На это я здесь, похоже, разговариваю, поэтому вот и влажность, и температура стало больше. Вот такие вот дела. Ну, кому интересно, я постараюсь дать, вот это я надышала уже на 2%. Постараюсь дать ссылку на этот градусник, найду его. Может быть, он уже дороже, потому что даже вот ту жемчужину, которую вы смотрели, я купила ее за 99 центов. Сейчас она уже почти 2 доллара стоит. То есть я просто выхватила. Также я думаю, что этот градусник я успела выхватить дешевле. Но все равно ссылку оставлю, а вы там уже смотрите, решаете, нужен вам, не нужен такой. Но мне кажется, вещичка полезная. Ну, а на этом все. Всем желаю так же хорошо спать и крепко. Ну, вот видите, аж дурается у сня, как пипа. Всем пока. Это мышиные глазки. На самом деле услышала вашу спальню. Надо говорить шепотом. Услышала вашу спальню, как Сёма пищит от удовольствия от того, что у метка чистит кошка. Решила пойти посмотреть, что же там происходит.